Инна Алексеева безработная. Компания, в которой работала женщина, обанкротилась. Все сотрудники сокращены. Она решила, что долго в таком статусе оставаться не сможет. Пришла на курсы управления торговлей один из предприятий. Хочу переобучиться, хочу работать либо диспетчером, либо где-то колодочком, где знания эти пригодятся. И таких безработных в регионе около 60 тысяч. Это только тех, кто официально обратился за помощью в Центры занятости области. В региональном министерстве труда отмечают рост безработицы. На 1 января 2020 года это чуть меньше полутора процентов. Традиционно самый высокий спрос на рабочие места регистрируется в весенние месяцы. По данным Росстата, основные причины безработицы – окончание трудового договора, сокращение, сезонный характер работы. Январь только начался, у нас уже пришло около 500 человек. И вот сейчас большой поток у нас идет предпенсионеров. Вот на сегодняшний день у нас стоит на учете предпенсионеров, это 5 лет до пенсии, где-то 520 человек, 530. Один из способов борьбы с безработицей – учебные центры, обучение и переобучение, как правило, на рабочие специальности, повышение квалификации. Ежегодно только из этого выпускаются более 4 тысяч человек. Это парикмахеры, это специалисты по маникюру, охранники тоже имеют место быть, и электрогазосварщики. Это то, что своими руками. Также люди приходят на переобучение, которые имеют высшее образование, специалисты в области охраны труда, специалисты по персоналу. Оренбургская область входит в 20-ку регионов страны с невысоким процентом безработицы. Хуже всего ситуация в Астраханской области. Там рост безработицы увеличился более чем на 27%. Списки аутсайдеров – Республика Удмуртия и Санкт-Петербург. Уровень безработицы в целом в стране на 1 января 2020 года составляет менее 1%. Ольга Энгельс, Георгий Бурлуцкий, Новости дня.